К нашему эфиру присоединяется политическая аналитика и главный редактор портала Автоэмпайя, Ольга Курносова. Ольгу Владимировну, приветствуем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если информация относительно того, что частных военных компаний в Российской Федерации становится все больше, частных армий становится все больше, это действительно соответствует действительности, точнее, то откуда деньги на все это? Пример Пригожина и заявления Путина показали, что это колоссальные средства, которые тратятся на существование подобных организаций. Ну, Пригожина это все-таки отдельная история, да, и когда Путин придумал, как ему показалось, эту очень удобную схему, ведь это было про что? Это было про их там нет. То есть вроде как есть частная военная компания, которая, конечно же, финансируется из бюджета, но не прямо, а вот через все эти закупки, как обычно, да, то есть они как размещают рядом с детскими садами свои батареи, да, точно так же под прикрытием финансирования еды для школьников, финансировалась частная компания «Вагнера». На самом деле выполняла задачи Кремля в разных местах, да, там, условно говоря, в первую очередь в той же Африке. И очень удобно говорить, да, это не мы, это вообще бизнес, да, так сказать, у них свои бизнес-интересы. И, по большому счету, что называется, все было тихомирно, пока мы не увидели конфликт между вагнеровцами и министерством обороны. Помните, еще тогда давно в Сирии, когда Министерство обороны, так сказать, отдало американцам их координаты, и американцы чуть всех не покосили, да, и уже тогда стало понятно, что есть напряженность. Но тогда Путину это было удобно. Зачем это остальным, тоже понятно. Грядет переход власти, а этот переход власти будет сопровождаться турбулентностью, и нужны свои частные армии для того, чтобы защищать свои капиталы. Что там будет? А может, гражданская война начнется? А как же имущество? Кто-то же должен защищать. То есть это, получается, такие охранные агентства, да, по территории России? Абсолютно верно, только с тяжелым вооружением. Охранные агентства с танками и пушками. То есть получается, что они таки готовятся к тому, что в России может быть, так называемый, не знаю, переворот, переход власти, свержение режима. Конечно. Во-первых, они все увидели, насколько это слабо. Да, они увидели, что Пригожин может идти как угодно прямо до Москвы, да, и, соответственно, мало ли что может еще произойти. Так что, собственно, тут все возможно. Свою защиту точно надо иметь в этой ситуации. Интересная ситуация с самим Пригожиным. Вроде бы как он свою деятельность продолжает, и в рамках того же ЧВК «Вагнер», судя по поступающей информации, во всяком случае. Однако, изменилась его риторика. Если раньше он позволял себе, например, критиковать Минобороны Российской Федерации или комментировать ситуацию, связанную с войной развязанной России против Украины, то сейчас он позволяет себе исключительно заявление касательно Африки, деятельности Российской Федерации в Африке, интересов или деятельности ЧВК «Вагнер». Почему? Что изменилось? Как вы считаете? Ну, по-моему, мы с вами тоже говорили, да, куда денется «Вагнер» после попытки мятежа, да. Я сразу говорила, что он уйдет в Африку. Эта история с Лукашенко и Белоруссией, это было просто наведение тени на плетей. Такое, как бы, дымовая завеса для того, чтобы, ну, что-то такое изобразить. Потому что понятно, что перепугавшийся Путин захотел вести переговоры с Пригожиным, но сам тоже побоялся и послал вместо себя Лукашенко. Это было так, для того, чтобы задурить общественность. На самом деле, изначально, конечно же, это была договоренность о том, что Пригожин обратно уйдет со своими боевиками в Африку, потому что, как мы видим, там достаточно серьезные геополитические интересы России, да. Там, можно сказать, Россия пытается подвинуть Францию, да. И во Франции по этому поводу большие политические напряженности возникли, потому что давно такого не происходило. В Нигерии там две большие урановые шахты, на которые завязана во многом атомная промышленность Франции. И если действительно это, так сказать, отожмут у французов, это будет для Макрона достаточно большой неприятностью. Поэтому, что делать в Африке, понятно. И, собственно, на мой взгляд, Пригожин и живь-то пока еще потому, что он согласился убраться в Африку. Вы вспомнили о Лукашенко, и сегодня, значит, еще один самопровозглашенный диктатор. Дал интервью, в котором заявил, что конфликта в Украине можно было бы избежать, остановить его можно сейчас. А также цели СВО в принципе уже выполнены, потому что будущее Украины уже никогда не будет столь агрессивной, внимание, Украина агрессивная, и прозападной. Как бы вы прокомментировали вот эти его заявления? Это кто такой? Лукашенко. А, это все Лукашенко. Да, да, да. Лукашенко, конечно, кидает из стороны в сторону. Он то сам говорит, что пора с Западом снова договариваться, то, так сказать, опять у него Украина никогда не будет прозападной. Но на самом деле это такой звоночек. Раз Лукашенко это говорит, что цели достигнуты, это такой маркер. Путин, конечно, такого не скажет, но это маркер того, что Россия машет. Мы готовы договариваться, давайте, мы готовы. И я уверена, что ходоки из Кремля ходят и в Вашингтоне ходят, и в Париже, и в Берлине для того, чтобы там где-то в кулуарах говорить, ну, надо же договариваться, ну, сколько же можно воевать, ну, как же так, лучше дипломатическим способом. Ну, вот, на самом деле, хоть и Мьенсон и опроверг свои высказывания, но совершенно очевидно, что это была попытка проверить общественное мнение в Украине. Хорошо, что сразу это общественное мнение отреагировало, чтобы не было никаких иллюзий, что можно попытаться продавить мир в обмен на территории. Ольга Владимировна, раз уж, как мы поняли, род Лукашенко это, в принципе, озвучивает мысли Путина. То есть мы видим, что они все больше хотят договариваться. Вот он даже заявил, что отношения между Россией и Украиной в будущем можно наладить, и над этим нужно уже сейчас серьезно работать. А почему они так склоняют к переговорам? То есть они уже выдохлись воевать? Или понимают, что эта война приведет к крушению их власти, если она затянется? Ну, конечно, воевать тяжело. Нужно, собственно, новое пушечное мясо вербовать в России. И понятное дело, что Кремль к этому подготовился. Были приняты большое количество новых законов. Был увеличен призывной возраст. Сейчас будет не столько мобилизация, на мой взгляд, сколько будут пытаться грести в призыв большое количество молодых людей. Но это страшно на самом деле, потому что молодые люди, которые будут тащить на войну, могут и выступить против режима. И если создавать революционную ситуацию, то надо попытаться призвать очень много народа. Вот тогда действительно в России может случиться какой-то взрыв. Потому что вот эта ситуация, да, как во время Первой мировой войны, когда солдаты не просто там штык в землю, условно говоря, но начали вешать своих офицеров, развернулись, пришли в Петербург и свергли, собственно, власть. Да, вот примерно к этому сейчас ситуация в России приближается. И в этом смысле, конечно, Кремлю страшно. Им хочется договариваться, им хочется заканчивать. Пусть чай боится. Ольга Владимировна, спасибо большое. Спасибо, что прокомментировали ситуацию. Ольга Курносова, политический аналитик и главный редактор портала «Автоэмпай» была с нами на прямой связи. Спасибо огромное.